О май гад! Не, ну это кайф какой! Вот они, бобры, гили. Бобёр на гусе. Вот туда гнёт вы. Трек, огонь, очень всё слаженно там. Масло так. Масло так. Вот это макал. Это просто нечего. Это монстр такой 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 такой. Монстр такой такой такой. Монстр! 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 Доброе утро! Время 8.27. И именно с этого момента, день пролога, но мы уже в лесу. Идут моменты подготовки трека. Я тоже с самого начала уже в движухе. Смотрите, какие штуки они приготовили, ребята. Вот такие вот красивые картинки будут на каждом из подъёмов. Бобёр на леопарде. Бобёр на единороге. Бобёр на мотоцикле. Бобёр на лосе. Опачки! А это что? Бобёр! Бобёр на гусе. Ну, куда без этого. Именно так, надев экипировку Хайндуро Горький, попшикавшись всякими спреями от москитов, ребята Илья Кроль и Сергей Карина, готовы к тому, чтобы начать этот путь бобра проходить. Кто будет газовать в неположенных местах на базе? Кто будет срывать ленточки? Ого! Кто будет срезать? Вот они, бобры в зеле. Вот так вот невольным образом пораньше приезжаешь на трек, и ты уже вешаешь ленточки. Если что, ребята, я не в курсе. У меня проблемы в разметке. Делала от души. Ну что, парни, вот разметка. Вон там лента, вон там. Не получается? Нет. Ну вы же бобры, придётся зубами. Видите ли вы трек, насколько вы относитесь к очистке трека серьёзно? В нашей половине отнеслись очень серьёзно. Мы расчистили всё в передоре до метра. Вызывали узбеков, вызывали помощников. Сами ходили с секаторами. А скажи про протяжённость трека. Мне кажется, в районе 40-45 километров это серебро-золото. На время у нас 10.40. Мы закончились с разметкой. И сейчас уже едем на стадион. Мы едем в Сопролок. Это нижний Новый город гонка Путь Бобра. Одна из самых атмосфернейших гонок в России по Харт эндуро, которую делает команда Эндуро Горький. Посмотрим, какой же будет путь того самого Бобра в этом 2024 году. И об этом говорят, что в этом году действительно Эндуро Горький постарались и сделали прекрасную площадку стадионной. Крутейшиной и сложнейшей. Вон там, с одной спиной, площадка лагеря, где выставились спонсоры, где выставились гонщики. Вот здесь буквально напротив уже стадион. И все настолько компактно, круто сделано. Расположение. Там мерч продается. Здесь тоже часть лагеря. А там, за этими гонщиками, виднеется прекрасный вид на матушку реку Акуп. Чем ребята Эндуро Горькие всегда отличаются, так это тем, что они заморачивались насчетом ярчая и всегда его делали каким-то crazy. Мне кажется, за это большое спасибо Пете Ачулину. Вот. И смотрите, давайте покопаемся. И что я вижу? Вот эту картинку мы с Петей Ачулиным вместе придумали. Как бы я ему напилюю, Петя, давай с гусем. Пусть гусь... Ой, точнее, пусть бобер едет на гусе. Ну, собственно, вот бобер едет на гусе. Путь бобра на гусе получается какой-то. Кепки, кружки разные. Кепки с гнущимися козырьками. Кепки такие. То есть мерча. Мерча куча разного. И футболки. И гусь. И главное гусь. Вот я, наверное, с гусем захочу. И джерси ребята еще тут тоже продают. И все это вот в палатке Эндуро Горький. Ребята, пока я снимала. Что значит? Футболку-то с гусем купили, осталась только кружка с густем. Буквально на моих глазах купили футболку с гусем. Петя, Ащулин, как так? Я думала, ты мне ее забронируешь. Теперь вот кружка с гусем моя получается. Как из-под полы закрывает чемодан. А что это вы из-под полы продаете? Как бы там основной мерч, а вы тут как бы себе не основной продаете. Да, да, да. Смотри, вот есть мерч для простолюдин с бобром, в котором я хожу. И есть мерч для заслуженных спортсменов России с оленем. С оленем. Его надо выслужить. Это вторая гонка, в которой я принимаю участие как организатор. А третья гонка, в которой я в целом принимаю участие. Мне кажется, что да, мы с каждым годом растем как само мероприятие. По локациям, по насыщенности, по наполнению, по инфраструктуре для гонщиков, для участников. Постарались предусмотреть все возможные, ну кроме базовых вещей, как электричество, лагерь и еда. Мы предусматриваем какие-то вещи как развлечения. Больше еды, больше мерча у нас будет. Баня с шикарным видом, с чаном. Гонщики смогут после финиша пойти сразу отдохнуть в баньку, в чан. Вот, посидеть, по-моему, будет сегодня салют, выступление. Даже у нас есть шатер с массажем. Кто сильно особенно устанет в бронзе, обязательно нужно сходить на массаж. Прям плюс 10 мест добавится к следующему дню. Просто семейная атмосфера, обстановка. Все приезжают тусить, общаться на самом деле. Мне кажется, очень хороший формат гонок. Какой-то баланс иметь между технической и спортивной частью, да, и вот общением, тусовкой и дружественной атмосферой в коллективе. Ну и пока есть время, давайте посмотрим, походим по лагерю, какие команды сюда приехали. Я вижу SEM Racing. Это команда из Самары, если не ошибаюсь. И вот у нас молодые ребята, молодые гонщики, спортсмены. Привет, как тебя зовут? Виталий. SEM Racing очень обширная у нас команда. У нас как есть эндуристы, так и мотокроссмены, так и сноубайкеры. Сейчас ты едешь в железе, верно? И уже ты какие-то... Ты уже вставал на тумбу, занимал призовые места? Да, в Оренбурге и в Саранске. Первый метр в классе бронза. Тебе сколько лет? Мне 15. Вау. Рассказывай, что за мопед? Это Газгаз 23-го года. Я его купил на этих выходных. До этого ездил на КТМ 150-ке. Так, ну, здесь стоят в основном все защиты. Маслонасос не снятый. Ну, стоковый, да, можно сказать, да? Ну, в принципе, Газгаз и КТМ, большая ли разница? Ощутил ли ты, на чем тебе лучше кататься? Газгаз мне намного больше понравился в плане подвески. Не увидел разницу насчет тормозов, но маленько, когда нагревается, маленько как будто ведет. Вот. А так, ну, все то же самое. Всем привет. Меня зовут Андрей Воськов. Кракен Тим, город Ульяновск. Самый молодой из наших 18 лет. Ну, и мотоцикл ГР8 300 2Т. Практически перезабрали, переделали. Готовы гонки. Был в прошлом году в бронзе 12-е место. В итоге двух дней. В этом году класс повыше, серебро пробуем. Хотя бы в десятку попасть. Надо спокойно ехать в своем темпе, не торопиться. Главное, спокойно. Это я понял. Потому что будешь спешить, много ошибок. Есть эта разница. Быть аккуратным. Самое главное. РСК Endure Family. Мы являемся организаторами Волчьей тропы. Она проходит в первых числах июня ежегодно. Вот. В этом году нас посетило в районе сколько двух? 106 тысяч человек. Всем все понравилось. Приехали пятером участвовать. Железо-бронзо. Вот. В прошлом году посещали данную гонку. В принципе все понравилось. В прошлом году я участвовал в бронзе. Финишировал в семнадцатом. Для меня она была сложной. Это прям по сравнению с нашим домашним треком прям золотом. Кто у вас пока готовится тренировочный заезд. А я продолжаю знакомить вас с гонщиками, которые участвуют у нас сегодня здесь. Ребят, спортсмены. Да. Бронзо. Класс какой? Бронзо. Бронзо. Откуда вы? В Самаре. В бронзе. Но мы диванные эксперты. Мы в бронзе диванные эксперты. А, вот так вот категория, да, уже диванные? Тут заменена цепь. Поменены звезды. Пластик весь оторвался, который был ненужный. Сам по себе оторвался. Да. В лесу. Руль атомовские GP. Ручки не ломайки. Это тоже заменено. Колеса от БСЕ. Подвеска вообще, то есть, ну не едет никак. Не обрабатывает поверхность. Просто пластик, да? А-ля и дура заделал его. Да. Это чтоб, короче, вот такие вот гонщики подлости не делали. То есть, я закрываю бак, может подсыпать что-нибудь. А-а-а, вот так, чтобы обогнать, да? Хоп, и я уже, и стал, и стал, и я уже 99-й, то есть, а ты 100-й. Не пикай на мини-купер, не зная сколько в нем дури. Что, во-первых, это новый мотоцикл был, как раз 23-го года. Нигде не было ни инструкции, ничего. Я просто нашла фотографию. Я при этом никогда не занималась ни мотоциклом, ничего. Даже не знаю, как собирать. Ничего по фото. Смотрю деталь, ага, сюда. Присомачила, приклеила. Своё оправдание. Ничего не отлетело. Но в плане, что я сделала, сломалось только, в основном сцепление горело. Масло тоже всё меняло само. Я просто в автосервисе, даже работаю, там бывает, помогаю. Фильтра, меня, масла, двигатели. Вы за автосервис давай, чтобы мы все приезжали. Вагмастерс, это в Самаре. Лучший автосервис по вагам. Порш, приезжайте к нам, в Вольцваген. Сейчас будем стоять и кричать. Вот так вот я приехала на гонку, на гвозди поставили уже. Давай, хватай мне за руки, чтобы тебе проще было. Наступаем. Колени мягкие. Раз и два, вторую. Тут же вставляем. Коленки согнули. Дышим. Теперь активно. Вдох, нос. Рот, выдох. Дышим, дышим, дышим. Стараемся думать о чем-нибудь, чтобы выпустить на борт энергию, чтобы прокричаться, проораться, выпустить негатив, весь, что накоплен в тебе. Вспомнить какие-то плохие моменты. Мне хочется матом ругаться. Да, надо, надо. У тебя протектор, нифига ты газовать будешь. Вот это я попала, конечно. Идем дальше снимать гонки. В общем, это трехдневная гонка. Сегодня у нас Провок и потом будет два внедорожных дня. И ребята имеют огромный опыт в эндуро. Больше десяти лет. Они много раз проводили соревнования на различных треках. И почему стоит сюда приехать? Потому что здесь будет непросто. Здесь будет классный приготовленный трек. Продуманный. С непростыми элементами. С непростыми подъемами, спусками. То есть очень интересный трек. За такими приключениями стоит сюда приезжать. Особенно в класс золота. Стадион очень опасно выглядит. Прямо кусается. Но если не бояться, то очень хорошо быстро приезжается. Прямо эффектно для зрителей. И сам себя чувствуешь. Какой-то заряд энергии. Ну, в общем, класс. Надя вот просто приехала по-кайфовать. Посмотреть получается, да? Получается так, что поддержать телевизор. Тогда еще не знаю, каких именно будет поддерживать. Нет, ну, Даня Ван Лав. Нет, ну, он без моей поддержки. Габриилов тоже Ван Лав получается, да? Как родной. Как-то, ну, Геленджик. Да, да, да. Спасибо, что в этот раз он как-то с дядей привез. Ну, он старался. Дождь вчера был, он старался. А, и ты здесь! О май гаш! Что за концентрация геленджикских ребят здесь? Минус на плюс даст. Да, точно. Минус на минус даст плюс и дождя не будет. Вот такой вот рецепт, чтобы не было дождя на гонке. Мы привозим Надю, привозим Гаврилу, все, дождя нет. До начала пролога у нас остается считанные минуты уже. И ребята осматривают стадион и, честно говоря, прям конкретно пугаются. Потому что очень много прыжков в этом году подготовили ребята из Эндурогорький. Мне кажется, что это опасно. Это даже, типа... Ну, во-первых, трамплин просто сделан супер резко. Если у тебя сложится подвеска, ты хоть чуть-чуть придумаешь. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Ты как бы здесь будешь приземляться в стенку. Ну, короче, это прям такое смелое препятствие. Я не уверен, что буду прыгать. То есть я решать буду там. Сейчас я, конечно, могу, ну, выдумывать, но... Самое главное не в этот момент решать, да? Не, не, там... Иногда ты уже здесь. Да, это самое важное. Ты принял решение, потом все. Как бы решение надо заранее принимать. То есть вот отсюда ребята должны перепрыгнуть вон туда. Метров семь лететь. Какие-то бетонные препятствия тоже гуд. Мне это нравится. Я обожаю вот это на технику. Ну, вот не люблю разрывные трамплины. Как многие из вас. Очень интересный и классный, но он, конечно, только для про высшей середины. Прям он... Ну, с другой стороны, все, что не прыгается, все объезжается вообще легко. То есть есть моменты, где объехать будет, да? Ну, то есть все, что можно прыгать, я вот сейчас объезжал и... Затыка вообще нет. То есть я еду, даже не устаю. Почему не стоит прыгать? Почему ты не стал прыгать, точнее? Ну, чтобы прыгать, надо тренировать мотокросс. Чтобы было ощущение полета, чтобы ты понимал, что происходит в твоем воздухе. Тут можно ошибиться и все три дня гонки завершить вот сейчас, да? Там Вова Камушкин упал, пробил радиаторы. Сам вроде цел, но мотик размотан. Ну, вопросительно, да. Да. Понятно, условно, там все, кто два-три года гоняет, это все может прыгнуть. Но надо притренировать прыжки. Если ты это не делал, то с листа это делать и не нужно. Ну что, вот они пошли, тренировочные заезды. Только класс золота имеет возможность сейчас потестировать то, что приготовили ребята из эндуро горький. И, блин, стадион, конечно, затычный для некоторых спортсменов оказался. Так скажем, любители, которые, например, все такие трамплины, например, видят, ну, в курсе. Многие просто они пугаются и не знают, что делать, как они сейчас дальше поедут. Как ты тебя зовут и откуда? Алексеевна зовут. Дежинская, да. Дежинская, если рядом с ним, да? Да, у нас наш дежинский прокат, интервью-прокат «150-20». На «150-20 прокат» ребята пошли в Голду. А если нет, то пока не было. Вот так вот. Мне придется хорошо ехать. Организация хорошая, но есть чем сравнить, поэтому скажу, что я, в принципе, всем доволен. Как вас зовут? Максим. Все, удачи, Максим. А, это электричка, ребята, смотрите, это электричка у нас. Для электрички тяжелее? Я думаю, что наоборот за нами это преимущество. Смотрите, какая библика у него здесь синенькая. Интересно это. Да, чтобы сгонять. Так как мы подстыкнули, он не может вум-вум сделать, да? Он должен пипит делать его. Привет, а ты участвуешь? Ты сейчас поедешь? Не-не-не, я просто... Позволю. Ага. А там же электричка. А там же электричка, а там же девчонка. Экип в шортике. Такая вся, конечно, по красоте я выехала, но обхомна была. Я не подумала, неужели, неужели? А, так типа, потому так сложно. А, мы имеем команду, да? У нас в Беларуси тоже хорошие гонки проходят. Да, у вас классные гонки в форсизнс вообще. Форсизнс, да, вот будет осенью, приглашаем вас в Беларусь. Это обязательно, потому что наши эндуристы очень любят эту гонку и часто действительно приезжают. Надеюсь получить максимум эмоций, просто, два самых таких же моментов, опытный в первую очередь. А как тебе уже по атмосфере здесь? Ну, по атмосфере все круто, все красиво. Со мной начал ездить на гонки на туристах и сын. Да, да. Вот мы едем вместе. Поколением туристов. Да, мы едем вместе и проводим так время. Круто, спортивно, добежаем. Путь Бобра была первая гонка, когда я приехал на соревнованиях. И я там и умер. По-моему, ни одного круга даже не проехал. И в первый день, ни по второй. Но пытался на второй день что-то, ну, слушай, вышел. Хотя сомневался. Но, в общем, для меня это прям вот гонка как бы... Слушай, это было стартом? Так можно сказать, что Бобон стал стартом, а Путь Бобра стал стартом? Ну, получается, что так. У гонщиков есть два пути. Либо они переезжают через эти два... Либо, как на него Черняев, просто прыгает. Либо переезжают вот через две шины. И у нас 113-й тоже прыгнул. Вот, вот так вот. Топчики показали. Топчики показали, что все-таки все это возможно. Все это прыгается. И все это едится нормально. У нас есть первый раз на Пути Бобра. Через дня с СССР вообще сделали первый раз. Вот так, мероприятие с топливой гонщиками. Отношение к всему этому вообще такое. Да. Ну, а мы поехали смотреть заезды. Эти гонщиков победы запущены. А это вообще, потому что сейчас такое два бронзы. Организаторы у нас отсчитывают. Да, 30 секунд остатка. Я сматываю с этого поля. И скорее... Ой, какие-то штуки, ребята, подготовят. Бизарды или что? Это огонь. Да. Вот. И мы все сматываемся и готовимся наблюдать. Далилон довольно-таки ходовой. Есть пару за 300 лет. И, на мой взгляд, слишком крутые... Еще один крыжок от Брозы! Триста третий! Выпрыги, они, по моему мнению, чуть поположе должны быть. Потому что тебя выкидывают вверх, а оно должно выкидывать вперед. Но он запрыгет! Да, из-за этого их опасно прыгать. И очень многие боятся именно из-за того, что они вверх тебя поднимают, а не вперед. Удивить и сделать то, что должно понравиться большинству людей. Мне кажется, что-то интересное, необычное. Самые сложные элементы, по твоему мнению, здесь на стадионе? Если ты умеешь прыгать, то прыжки для тебя не будут сложностью. И поэтому сложные элементы, это, наверное, каменная секция, до них бревна. Вот это, наверное, самое такое тяжелое для меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляете, кто у кого-то еще разговаривает из этих всех сложных ребят? Мы вам готовы дальше забраться на деревянные стопы и спрыгнуть еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Классу железо дана возможность проехать по желанию этот стадион И вот есть несколько семьячков, которые выехали на стадион Да, застряли, застряли тут, конечно, на камнях Ребята класса железо Большие бревна прямо перед каменной сексой начинаются Вот так вот выиграет эндуро-стадион команды эндуро-горький Гонка в путь бобра 2024 А тут у нас банька-парилка Говорит, все дела, вот прям с видом на Нижний Новгород Ребята уже устремились в баню, пока есть время отдохнуть Эндуро-Чехов пойдет в баню! И такая гонка атмосферная, такая дружеская Реально все ее приезжают поддерживать Вот ролинг-мото, конечно же, всегда здесь, на месте Со своими мотоциклами и со своими гонщиками Конечно, в гонки не езжу, но... А вот пощупать новые мочки, потрогать, это, конечно, я всегда люблю Красивая девушка и прекрасный байк, это же всегда прекрасно Естественно, естественно Миш, вы опять с ролингами, опять здесь Просто опять в самом центре, опять с кучей мопедов Тут вы красуетесь, да? Мы по-другому не имеем Как вы успеваете? Слушай, мы просто не спим Здесь тоже будет тест-драйв? Да, конечно, слушай, ну... Я вообще считаю, что основополагающим вещам С точки зрения как развития эндуро, так и вообще Людей, которые приходят на стенд, это тест-драйв То есть это 90% залогу успеха То, что человек загорится этим, впоследствии приобретет Кстати, наш гонщик из Чебоксар, Дима Кожин Ой, Дима Кожин, ему же 16 лет Да, да, да Вы, конечно, красавцы, то, что его взяли к себе в команду Это круто, что теперь он с вами гоняет Он прям рвет, Дима, я сейчас тебе подойду тоже Что эта гонка по атмосфере дает людям, как думаешь? Вот именно, а вот говорят, что она для одной из самых атмосферных, что ты считаешь? Слушай, тут, во-первых, достаточно дружелюбная атмосфера То есть ты приезжаешь, у тебя нет такого эмоционального напряга Да, да, да Во-вторых, очень интересно посмотреть, сделали ли организаторы Выводы по отношению прошлого года То есть, к примеру, там была некая проблематика с размещением, с какими-то вещами И вот сейчас я вижу, что поменялась локация Тут открытые просторы, не то, что мы там кучковались Давай придемся, какой мотик мне больше всего подойдет Вот там пойму ему рост У меня рост 170 Слушай, я думаю, ты вот подошла идеально ко второму Вот просто Вернемся вот к этому мопеду, окей Проверь мне на передаче Полетела красотка Привет! Тебе 16? Да Пипец, да? Парню 16 лет, я на него вешаю микрофон А он уже в команде Железо финишировал и занял первое место в Геленджике Вот так вот После этого тебя взяли в команду Роллинг Мотор? Получается так, да Заметили на стадионе, говорят И там хорошо едешь стадион Пошли к нам Пошли Слушай, насколько масштабно и важна поддержка таким ребятам, как ты от компании? Ну, поддержка играет очень большую роль, я скажу так Потому что, например, поехать на гонку Ну, к примеру, даже вот сюда приехать, ты уже там 1100 готовь А в моем возрасте 100 тысяч сложно где-то взять и заработать А на чем едешь, скажи, сейчас? Ну, сейчас я поеду на Кае К6, это мой мотоцикл А это вот далее, сейчас покататься К6Р, тестирую, что как-то Кайф! Ребята, запомните этого парня, это Дима И он будет показывать хороший результат, я уверена Уважаем вас знакомить с гонщиками команды Роллинг Мото, это Ахтем Ахтем, расскажи о тех результатах, которыми ты уже гордишься и чего тогда я уже добился? Ну, добился немного, но горжусь, что 100% два раза получается финишировал В классе? Класс золота Вау! Слушай, на каком мотоцикле? К2ПРО, это начальная база Для чего ты приехал на гонку Путь Бобра и какие у тебя ожидания и настрои на эту гонку? Охота что-то новое попробовать Тут новые локации, все интересно, видела стадион какой, лес То, что у нас нету, то и будет И пока у нас есть возможность отдохнуть в ожидании уже заездов финальных У меня есть возможность поболтать с лужиным младшим Влад, как тебе гонка Путь Бобра и для чего ты приехал сюда, на эту гонку? Почему стоит приехать на Путь Бобра? Вообще, по сравнению с прошлым годом, все гонки, которые ездят Путь Бобра, это, наверное, была лучшая гоночка С организацией, да, с разметкой В прошлом году я ехал в бронзе, там занял первое место Организация, разметка, везде стрелки продублированы Там всегда все четко Стар сказали, Восток он и будет дан Прям вообще, трек, огонь, и очень все слажено Там повороты, спуски, все прям четко Бронза, это прям бронза, серебро, это прям серебро В этом году парни сделали очень классный стадион Сейчас отгонял квалификацию Приехал там вторым Первое стадион, наверное, в этом году, которое едет, которое именно прыгается То есть, очень много вариантов проездов То есть, ты можешь и прыгнуть, можешь проехать Там бревна, веер, тоже несколько вариантов траекторий Прям очень все круто сделано Много прыжков, парни прям постарались Дроп вот этот финишный, очень классный И первый прыжок прям классно, залетаешь прям на трассу И сразу на третий едешь На каком мотоцикле едешь? Вот мы сейчас стоим возле электрички Да? Ну ты на ней едешь? Нет, на ней Скажи, возле чего мотоцикла ты стоишь? Возле стою мотоцикла своего напарника по команде Это Михаше Худяков Он гоняет за командой дыру про Академию вместе со мной Выступает на электрическом мотоцикле Рэм Это модель Рэм Эва-4 Вот собирает их мой отец и делает в России На электрическом мотоцикле намного удобнее ехать Подъемы, спуски Ты не заморачиваешься на том, чтобы тебе переключать передачи, сцепление Он не греется То есть, там нет такого, что там упал, можешь погнуть радиатор У тебя насчет течь антифриз И можешь сойти гонок И там, в принципе, в мотоцикле Вообще, кроме вот таких расходников, как и в бензиновом Типа там, обслуживать подвеску, подшипники, меня все мазать В принципе, ничего больше нет То есть, у тебя аккумулятор Мы считали, что если ты будешь на протяжении 10 лет ездить каждый день по часу То вот ты вот только так высадишь Раз Владислав решил рассказать про мой мотоцикл Я расскажу про его мотоцикл Давай К сожалению, великому У Владислава Вот здесь дыра была огромная Неделю назад Ровно перед гонкой он поменял Я всем хотел показать Вот такую дырищу И как он вообще на этом мотоцикле ездит в гонке, я не представляю Пока мы в ожидании финальных заездов У меня есть возможность пообщаться с гонщиками И рядом со мной сейчас создатель электромотоциклов Рэм Александр Лужин Известный человек в мире эндуро И хочется с ним поразмышлять на тему Бензиновый и электрический мотоцикл Вот что впереди, что нас ждет Смотри, в эндуро сфере сейчас как бы доминирует у нас самосборы То есть вот мы, которые мотики собираем Там ребята некоторые сами собирают Да, там мелкосерийный, крупносерийный И производитель, что сейчас можно купить Это по сути только Старк Но он не совсем эндуро Все-таки кросс-контрейный мотик Хороший кроссовый, кросс-контрейный Вот именно эндурики они не делают Но такая интересная история по поводу пропаганды Как бы я не пропагандирую ни в коем случае Потому что когда все узнают, насколько это круто Все на них ездят Это будет не так интересно Сейчас такой эксклезище Пока вы уникальны, да? Вот видишь лепечку, все внимание к этому Читерство Я же вообще не устаю еду Они там все мучают Да, а в чем читерство? Объясни еще раз, в чем читерство Как ты не устаешь? Почему так получается? Он очень мало как бы позволяет тратить энергию То есть получается ты меньше на баланс отвлекаешься На передачу То есть когда подъехал гореть Ты не думаешь на какую-то передачу ехать Тебе просто надо выбрать скорость С которой туда заезжают То есть как бы очень во многих ситуациях намного проще И вот люди, которые садятся с бензинкой Электрические такие Вау, я в этот подъем даже бы не поехал А тут заехал На самом деле это такой чит И пока еще нас пускают за бензинками Мы будем с ними пока ездить Слушай, но в будущем как думаешь Появятся ли отдельные классы электробайков? Конечно, обязательно Ну то есть как бы сейчас они Когда начнут доминировать над бензинками Их точно выгонят сразу отдельно И скажут Не-не-не, да вы там катаетесь А смогут ли заменить электромотоциклы Бензиновые когда-либо Или это невозможно? Нет В каких-то дисциплинах Они однозначно их заменят Скорее всего в кроссе Это первое Потому что в Европе Многие трассы Именно из-за звука закрываются То есть как бы на электричках пускают А вот именно шум То есть как бы пыль Ладно, а вот шум И в городах закрывают из-за этого трассы Кроссовые Поэтому там скорее всего да Но я не думаю, что это прям резко произойдет Вот скажут, нет бензин Нет, все на электро Скорее всего это будет вот как был 2Т 4Т И будет еще электро То есть как бы просто 3 класс мотика и все А можно прокатиться? Конечно Кайф Я честно сейчас жду Вот просто ты нажал А я уже жду Где же это будет бур-бур Что происходит? Он задом едет А куда можно проехать? Не, ну это кайф какой-то На электромотоцикле Бесшумно Красиво Вдоль Вдоль Аки В Нижнем Новгороде Кайфую катаюсь Вау Нифига себе Вау То есть я прям чуть-то видел Я чуть-чуть дала Это просто Я было чуть-чуть А я уже чуть ли не У меня переднее И у меня переднее колесо оторвалось уже Слушай, ну это мощи получается больше чем То есть ну ты видишь препятствия Ты бфу Если ты рассчитываешь круто Ты можешь прям вообще препятствия там взлететь Вау Офигеть Какая Какая красота Красиво, ребята Выстроились в конец Это Класс У нас Старт класса Бронзе Это Старт класса Это был фильм Старт класса Бронзе Нагон И Подгон Я Я Бег Вот это Нагал Осторожно Так Старт Старт На месте сразу ребята, друзья, помогли, все, сняли. Два рот, чтобы не ходать дальше. Что там случилось? Да, пытаюсь решить проблему у 369 номера. Буквально пару метров до финишного флага остается, но вот такое вот уже есть. Да, колесо просто не двигается, оно встало и все. Прям буквально пару метров не хватило. Просто уже все вместе вытаскивают в отрезку, вот так вот заканчивается заезд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так как практически все время я комментировала стадион заезды гонщиков на прологе, то меньше снимала для вас, но именно поэтому предлагаю посмотреть финальные заезды с камеры одного из самых топовых гонщиков Данила Черняева. Ведь что может быть увлекательнее, чем его он был? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА